Мы уехали от войны из Украины, прямо из Луганска. Сидеть дома, как в тюрьме. С ума я сижу, ведь у меня ни радио, ни телевизора, ни света, ничего. И рама закрыта наглухо. После операции у меня зрение ухудшилось. Да считай, я не вижу ничего. Вот он доберется до нас, еле-еле придет потихоньку, покушает, посидит. Несколько, два раза, по-моему, он падал в обморок, потому что, говорит, не ел неделю. Вот, пожалуйста, 4 килограмма курицы. Я хочу так, как, допустим, я бы кормила свою семью. Мне кажется, если уже этим заниматься делом, то нужно заниматься уже от всего сердца, от всей души. Чтобы не было стыдно даже за то, что ты делаешь. Я готовлю то, что очень сытно. Вообще вот это вот блюдо, оно сытное. Люди хорошо наедят. Хлеб, вот второе. Мне кажется, у меня уже ответственность. Вот просто самой перед собой какая-то вот ответственность. Что они у меня как будто, я не знаю, мои дети. Что они ждут, что я должна их накормить. Однажды на стене храма в честь трех святителей Татьяна увидела объявление о том, что в Самаре организовано Елизавета Варваренское сестричество. Ее поразила фотография женщин в белых сосынках с какими-то необыкновенно светлыми лицами. В то время Таня ухаживала за неизлечимо больным отцом. И решение родилось само собой. Когда не станет папой, буду сестрой милосердия. Прямо меня так душа позвала туда вообще. Так мне прям захотелось. Вот на девять дней я первый раз пошла. Нажарила рыбку ментай и пошла на кормление. И после этого я уже оттуда не уходила. Как будто это вот мое место было. Ольга Вячеславовна, наша главная сестра, вот она мне предложила это направление возглавить. Я согласилась. То есть вот уже три года. Три года. Все, сейчас вам, пожалуйста. Хлеб не надо, нет? Батюшки, на диете что ли? На диете. Горячий кипяток, держите аккуратно. Да их не кормить, а на урановые рудники отправлять нужно. Сестры такое слышат нередко. Некоторые искренне убеждены, что благотворительность порождает иждивенчество. Что все их подопечные алкаши и тунеядцы. И они быстро приспосабливаются к жизни на улице и не хотят ничего менять. А так ли все это очевидно? Что думаете вы? Есть люди, которые детям помогают, но это же этим тоже кто будет им помогать. Может быть вот он без этой тарелки, допустим, супа, да, умрет. Если не придет, не покушает. Видно же, люди приходят, они трясутся, прям трясутся, голодные. Люди, которые есть даже, которые вот бомжи. То есть им негде жить, они живут на улице, но они не пьющие. Я к ним отношусь просто как к людям. Вот просто, какая у меня разница, там он, кто он, что он. Если он пришел, значит, ему это необходимо. Я одна воспитываю дочь и вот снимаю квартиру, да, вот кручусь, как могу. Сейчас я откладываю просто на квартиру и вот поэтому трудности. Не могу я, как говорится, лишнюю копеечку вытащить и пойти купить, ну, тот же кусок мяса, да, допустим. Какую-то там сосиску, маскидки, чтобы и то дочке вот в школу на бутерброд хотя бы. Это большое заблуждение, что их не надо кормить. Им надо давать еще больше. И тогда, ну, вокруг нас все станет добрее. Ну, это мое мнение. Мы делаем доброе дело для того, чтобы дальше это добро переходило в другую сторону. Сегодня покормили его, завтра он даст кому-то другому покушать. И это пойдет, это круговорот добра. Это круговорот добра вот в природе, так сказать. Поэтому я не думаю, что алкоголик. Сегодня алкоголик, завтра он поднимется, пойдет и накормит еще большее количество детей. Ну, вот зачем тебе это надо, да? Вот как раз таки вот со стороны говорят, вот ты вот это не покормишь, они пойдут работу найдут. Ну, зачем мне это надо? Я сама даже, может быть, недопонимаю пока. Ну, зачем-то. Наверное, может быть, когда-нибудь я пойму. Откуда все это берется? Люди помогают. Есть люди, которые жертвуют продукты. Кто-то деньги. Помогают люди только за счет... Ну, так даже нельзя быть уверенной, например, что через неделю ты сможешь. Да, нельзя. Но за три года такого ни разу не было. То есть даже если вот уже, допустим, ничего нету, и все равно, допустим, прям накануне вечером кто-то что-то позвонит и привезет. Ну, это если критическая такая будет ситуация, когда-то, не дай бог, но я думаю, что такого не будет, то в крайнем случае, конечно, я куплю и сварю. Потому что мы, я думаю, обычно, ну, просто в своей бытовой жизни, да, намного больше и тратим туда, куда надо и не надо. Это, чтобы накормить, допустим, 100 человек, достаточно там двух тысяч рублей. Пяти хлебов. Пяти хлебов. За эти годы я, конечно, внутренне изменилась. То есть раньше, возможно, я бы так же вот прошла, как некоторые проходят, и вот такую негативную эмоцию бы высказала бы, что вы здесь вот развели, что вы здесь делаете. Ну, вот за эти годы спускаешься с небес на землю. И смотришь, и люди, видишь все вот эти истории эти, понимаешь, что никто ни от чего не застрахован. Вот у нас есть люди, которые еще ничего не кушали. Я ж вижу всех. Сейчас еще вот Слава придет, вот. Вон он бежит. Слава, иди сюда. Их вот воспитывать надо, честно сказать, как детей. Вот просто прям вот как будто я мамка такая, и с ними строго. Если они что-нибудь там начинают, бывает между собой, там кто-то с кем-то поругается. Прям строгость такую с ними, и они успокаиваются. Как дети. Вот к старикам уважительно относятся. То есть помогают и пропустят вперед, и все. Да, какая-то у них есть вот здесь вот какие-то отношения между собой. Они никому не нужны. А здесь у нас они себя чувствуют все равно нужным. К ним там отношения, ну там как-то по имени. Все мы там знаем всех практически по имени. Бывает, что даже вот специально я к ним обращаюсь. Может быть, я и сама бы это сделала. Что-то. Но я специально их вот прошу сделать. Помочь то, помочь другое. И они прям с радостью это делают. Они прям как бы вот не просто приходят даже покушать. Они приходят как вот, я не знаю, на встречу какую-то. Но вот поучаствовать. Кому-то побыть нужным. Как сегодня ваше здоровье драгоценное? Ничего. Все, слава богу. Но я пока не страдаю. Хорошо. А капусту куда? Сверху. А сюда я прихожу. Как говорится, и от нужды, и от того, что потребность, надо общаться с людьми, говорить. А дома со мной не разговаривать уже три года. На кухню не заходи. Замок вешали. Двери связывали, чтобы я туда не заходила. Зачем я туда пойду? Был еще вот недавно летом человек такой. Ну, родственники выгнали его из дома. Ну, такой хороший такой мужчина. Любитель художественной литературы такой, интеллигентный. И это пришлось пойти туда, в семью, поговорить, потому что уже холодно. Как он вот? Где он будет? Сначала в штыки приняли. Ну, когда, в общем, все равно так контакт нашли. Всегда найдется человек, которому всегда хуже, чем себе. И вот эти силы даются именно не от того, что да, мне плохо, мне бывает плохо, мне бывает тяжело, я не могу встать с кровати, у меня тут вот закапризничали дети. Все бывает. Но когда ты поворачиваешься и понимаешь, что у бабушки, соседки никого нет от слова совсем, а у тебя есть дети, у тебя есть семья, у тебя есть муж, кому хуже? И ты идешь, и помогаешь. У тебя-то вообще все замечательно. Есть ноги, есть руки, есть голова. Пошел и делай. Так. Электроэнергии и телефон. Держите. Держите. Я бы без нее вообще ничего не смогла бы. Я на улицу не выхожу сейчас вообще без нее, вот только вот на кормление. Она помощница. Она такая активная. И главное, помогает другим, вот в чем дело. Она еще ходила к нам на кормление, когда была зрячей. Но она одиноко проживающая была, но уже плохо видела. А потом она что-то пропала, перестала приходить. Очень мне это показалось подозрительным, неспокойным. Вот пошла я к ней. А она, кажется, ослепла. Взяла на дни шефства. Заболела, если там врача вызвать или там в поликлинику сходить, пенсию получить, оплатить коммуналку, продукты купить. Обязательно погулять. То есть она же неделю дома находится. Спасибо. Дай Бог здоровья. Господа, благодарите Господа Бога. Начинали с 10, потом у меня еще есть промежуточная 20, потом была. Ну, как и 50. Ну, конечно, вообще моя мечта – это, ну, мечта такая, фантазия. Это бы, если бы какая-то социальная столовая была бы, и вот чтобы там уже 10 раз по 50 было. Сколько в человеке силы и энергии. Мы пришли, мы помогли, мы сделали свое дело. Да, каждый из нас приготовил, принес. Все остальное, я просто порой представляю, как она везет домой мокрые тены после дождя в свою квартиру. Она их сушит дома, она это делает все дома. И на следующий день она опять полна энергии и сил, и снова в боль. Вообще они умнички просто, что они делают такую большую работу, такую помощь. Ну, в нашем мире, скажем, люди все злые. Вот даже в очереди в магазин стоишь, никто тебя никогда там не пропустит. А здесь, ну, прям они, огромное им спасибо, Бог им здоровья. Это прям большая поддержка. В темные времена особенно хорошо видно светлых людей. И эти времена уже наступили. Посмотрите, сколько волонтеров сутками пропадают в хосписах, больницах, домах престарелых. Не чураются грязные работы, не брезгуют язвами, пролежними, запахом. Что же наступит завтра? Конец света или эра милосердия? Обернитесь. Вообще, кто мы такие, да, мелкие муравейчики в этом мире? Муравьишки. Все Господь Бог. Поэтому не выпячиваться, не ставить себя выше других. Нужным, быть нужным. У меня, по-видимому, эта потребность очень сильно развита. Сильно развита. Сестричество дает возможность вот в этом плане проявить себя, добродетель какую-то. Хочешь, ты за больными ухаживай, хочешь, ты карми голодных. Поле деятельности огромное. То есть, если у кого душа зовет, зов души помогает людям, вот, пожалуйста, сестричество, всех приглашаем. Я не знаю, что я получаю от дачи, как удовлетворение. Душевное удовлетворение. Что я людям нужна, вот они меня ждут. Что-то сделала хоть чуть-чуть хорошего в своей жизни. Хоть немножко какого-то добра. И от этого удовлетворения. Субтитры создавал DimaTorzok